Меня зовут Алексей Краснопольский, я уже 4 года занимаюсь оператором фискальных данных, я директор по продукту первого ОФД, который существует уже около 4 лет, как ни странно. И давайте, можно, немножко мы с вами познакомимся, просто мне интересно было, а вот вы все владельцы интернет-магазинов, насколько я понимаю. У кого-то есть поток больше, скажем, тысячи чеков в день? Нет? Ага. Ну, у вас, наверное, особенные будут решения. Давайте вообще поймем, уже сказали об этом много, но давайте поймем, что кассы бывают разные. Для интернет-торговли кассы бывают двух видов. Почему они вообще бывают двух видов? Потому что суть интернет-торговли, я, допустим, заказываю тело картошки на лотконосе, это же интернет-торговля, только приезжает человек с терминалом, продает мне эту картошку прямо у меня дома. А до этого она и продана, и это не считалось. И в таком случае используется мобильная касса. Она ни разу не интернет-касса, она обычная, мобильная. У нее есть модем, у нее есть фискальный накопитель внутри. И сейчас у нее есть и КЛЗ внутри, а потом будет фискальный накопитель. И, собственно, тут беспокоиться не о чем. Все как было, так и остается. Теперь, вот если бы я заплатил карточкой на сайте и купил бы что-то типа холодильника, то тогда, наверное, чек должен был бы произойти в момент моего расчета. И вот тут уже появляется новая реальность, что должна быть у интернет-магазина, собственно, касса, которая пробивает чек. Эта касса должна синтегрироваться с оператором фискальных данных. И, наверное, как-то должна быть синтегрирована с СНС. Коллеги из 1С Битрикс рассказали, как это у них. Это важно, чтобы как-то эту кассу было видно, а не просто она там где-то стояла в чулане и пробивала какие-то чеки. Надо еще не забыть такую вещь. Вот мы увидели в 1С Битрикс ячейки появились. Надо помнить, что ячейки уходят в оператор фискальных данных. Если будут какие-то ошибки, то, что вы увидите там, в этом кабинете, это только то, что вы увидите. А налогово увидит то, что передаст оператор фискальных данных. Давайте двинемся дальше. Еще раз. Кассу нужно зарегистрировать. Как это можно сделать? Неважно, какая у нас касса, ее нужно зарегистрировать в ФНС. Зарегистрировать ее можно при помощи ключа электронной подписи. Кэп это квалифицированная электронная подпись. Можно и без. На самом деле можно сходить в налогово. Владельцы обычных магазинов уже привыкли это делать с помощью сервисных организаций. Мы самостоятельно привыкли ходить и регистрировать кассу и налогов в бумажном виде. Наверное, все-таки, поскольку мы в электронном веке, легче все-таки с Кэп это сделать. Откуда ее взять? Те, у кого нет, наверное, у всех уже есть, но у кого нет, смогут у оператора фискальных данных приобрести. И не только у оператора фискальных данных. Сейчас приобрести Кэп достаточно легко. Надо заключить договор с оператором фискальных данных. Потому что, когда вы придете регистрировать кассу в налоговой, нужно указать, кто ваш оператор фискальных данных. После этого нужно, собственно, обзавестись этой кассой. Касса, как мы уже сказали, может быть любая. Это может быть онлайн-касса, оффлайн-касса, которая стоит в чулане и подключена. Только бумагу надо не забывать менять на этой оффлайн-кассе. И дальше начинается, я, наверное, сам себя перевью, коллеги, процесс. Он сейчас, как бы, немножко неуклюжий. Он будет становиться лучшим со временем. Буквально в ближайшие месяцы появятся и онлайн-кассы, и появится интеграция операторов фискальных данных с налоговой. Я сейчас опишу процесс, чтобы он у вас в голове появился, такой, как он есть, неуклюжий. А потом расскажу, как он станет лучше и легче. Итак, вот смотрите, у нас появилось много разных кабинетов. Появился кабинет у операторов фискальных данных, кабинет налоговой. Они потом сойдутся в один, но сейчас они разные. Итак, мы заключаем договор с ОФД. Это что означает? Это означает, что мы зашли на сайт операторов фискальных данных и там заключили договор. Это просто, это с помощью КЭП, когда мы нажали на кнопку и присоединились к обычной оферте. Дальше, регистрируем кассу. Это мы зашли на сайт налог.ру. И там мы зарегистрировали кассу, заполнив ту табличку, которую показывала Юля. Теперь важно помнить, что регистрация кассы, какой бы она ни была, опять же описываю базовый процесс, какой бы она ни была, онлайн или оффлайн, у кассы есть несколько реквизитов, которые серийный номер кассы, серийный номер фискального накопителя. Эти реквизиты мы заносим в личный кабинет налоговой, после чего налоговая нам дает регистрационный номер. Этот регистрационный номер мы руками так или иначе заносим в кассу. Касса нам печатает отчет о регистрации, и мы из отчета о регистрации обратно в налоговую несем данные. Вот так, четвертатный процесс, после чего касса зарегистрирована. Тяжелый процесс, нудный, будем мы его улучшать. Отчасти мы его уже улучшили. Что произойдет дальше? Обычно еще надо оператору фискальных данных сказать об этой кассе. То есть все те же данные, которые мы вводили в личный кабинет налоговой, ввести надо в личный кабинет оператора фискальных данных. У нас мы попробовали избежать этого, и поскольку касса, она уже начинает передавать данные, мы просто из передаваемых данных ее распознаем, она у нас появляется автоматически. Мы о ней знаем, как только вы ее включите, скажем так, по-простому. Мы это оператор фискальных данных. Как я уже сказал, мы пытаемся очень упростить систему. Регистрируется у нас за два шага. Вводим информацию о компании, подписываем. Даже подписывать не очень-то обязательно. Мы поверим даже скану подписанной бумаги. Если у вас почему-то нет кэп, не знаю, почему у вас ее может не быть, но нас просили, мы сделаем. И дальше, как я сказал, подключение кассы. Как только вы кассу зарегистрируете, она сама у нас появится. Не надо вводить данные кассы о кассе в оператор фискальных данных. Личный кабинет. Один из множества личных кабинетов. Личный кабинет оператора фискальных данных. Смотрите, я предполагаю, что рано или поздно весь этот функционал уйдет для вас. Он уйдет внутрь CMS. Поскольку интеграция такая возможна, мы ее призываем и поощряем всех производителей CMS ее делать. И отчасти мы уже видели в 1С-Битрикс направление к этой интеграции. Поэтому в ближайшее время, я думаю, она произойдет. На сегодняшний день выглядит это так. Предположите, что это часть вашего CMS. Или это на нашем сайте, или в CMS вы можете видеть все чеки, которые ваша касса передала. Теперь, отличайте. Это не то, что в ОФД уже попало. Это то, что увидит налоговая. Можно фильтровать кассы, объединять их по разным группам. Я не зря спросил, почему есть ли тут люди, у которых большой поток чеков. Потому что если поток чеков маленький, то, наверное, вам хватит и одной кассы. Если большой поток, мы помним, что фискальный накопитель может максимум 2 чека в минуту принять. Если поток большой, то придется регистрировать больше, чем одну кассу. А если у вас почему-то больше, чем 2-3 интернет-магазина, тоже они должны как-то объединяться в какие-то группы. Поэтому мы создали удобный личный кабинет, в котором можно по-разному группировать, сортировать и искать ячейки и кассы. Также мы можем формировать и выгружать отчеты о своей деятельности для вас, чтобы вам было понятно, что же мы передали в ФНС. Почему это важно вообще? Почему мы об этом задумываемся? Потому что, в принципе, где-то еще есть бухгалтерия, которая отчитывается о деятельности. Бухгалтерия — это один поток данных в ФНС, а касса — это другой, совершенно неизвестный, независимый, и они могут разойтись. Поэтому хотелось бы свериться, что же там этот ОФД передал в налоговую, и не ошибемся ли мы с нашим налоговым отчетом потом. Мы, поскольку сидим на множестве данных, мы можем себе позволить проанализировать эти данные и предоставить вам результат ваших данных. Можем предоставить средний чек. Я думаю, в СМС это тоже есть отчасти, но у нас возможности, мне кажется, даже больше, потому что мы можем сравнить с общими трендами по России, по области и так далее. Что еще у нас планируется? Вот тут начинается улучшение и объединение всех кабинетов. Как уже сказала Юля, по-моему, Юля об этом сказала, в ближайшее время налоговая собирается все-таки позволить нам регистрировать кассы через ОФД. То есть можно будет не ходить в налог.ру, а напрямую в ОФД регистрировать кассы. Зачем это нужно? Получается такой сервис одного окна где-нибудь, допустим, в личном кабинете ОФД или в СМС. Если СМС интегрирован с ОФД, мы просто загружаем информацию о кассе. После чего мы не делаем все эти, как их назвать, движения, танцы с бубном, отнеси в ФНС, верни обратно, загрузи в кассу. Мы не делаем ничего. Мы загрузили информацию о нашей кассе, нажали на кнопку, после чего оператор фискальных данных сам сходил в ФНС, сам зарегистрировал, сам донес эти данные до кассы и сам уведомился на СМС регистрации. Просто нажатием одной кнопки у нас появилась зарегистрированная касса. Это дело в ближайшем будущем. Я надеюсь, что в апреле такой функционал появится. Не думаю, что пакетное добавление интересует данную публику, но все-таки скажу, если касс много, то вот эти танцы производить много раз достаточно утомительно. Поэтому мы планируем сделать, ну, по сути уже сделали, добавление касс одним большим пакетом. То есть есть пакет, допустим, в Excel, в котором записаны все данные наших касс, нажатием одной кнопки, все чудо происходит. Ну и, собственно, если все-таки касса стоит в чулане, то интересно было бы, не ходя в этот чулан, посмотреть, оживали касса, передает ли она чеки, происходит ли действие. Поэтому мы предоставляем сервисы мониторинга как на сайте, так и в мобильных кабинетах. Создали мобильный кабинет, в котором можно видеть, как все то, что видно в личном кабинете оператора фискальных данных, место расположения, кассы, как она поживает, когда она последний раз передавала чек и прочие данные. Можете скачать, если интересно, это существует уже. Называется оно «Бизнес-помощник». И пару слов о том, кто же мы такие, откуда мы взялись. Как я уже сказал, первый оператор фискальных данных существует уже более четырех лет. Участвовал в эксперименте, который притворял всю эту реформу. Мы прошли несколько внедрений, в частности, внедряли нашу технологию в Казахстане. На сегодняшний день там уже, по-моему, 70 тысяч касс бьют чеки. Первыми прошли внешний аудит информационной безопасности. Первыми из операторов фискальных данных получили заключение экспертной организации. По-моему, пока мы из них, кто не получил. На самом деле, коллеги операторов фискальных данных – пять штук. То есть мы первые, есть еще второй, третий, ну, конечно, свое название. На сегодняшний день мы используем современный центр обработки данных, в котором мы можем моментально подключить до двухсот тысяч единиц контрольной кассовой техники и при необходимости в течение буквально нескольких дней масштабировать до миллиона подключений. Вот, я съехал. А сегодня у нас уже, сколько, если я не подвесил, не швальц, около 30 тысяч подключений, и 6 тысяч организаций с нами работают. Поскольку реформа уже началась, вы вначале видели график, что реформа уже несколько месяцев в силе. ТРС крупных, кто с нами работает – «Роснефть», «Х5», «Макник» и прочие. Вот география наших клиентов. То есть это те самые люди, которые подключаются просто на сайте. Заходят, заполняют анкету, подписывают. Так выглядит география достаточно разрозненная. Как у вас сеть? Ну, это практически последний слайд. Я предпочитаю отвечать на вопросы, так что, как приоценить, что... Там у вас есть какие-то новые онлайн-кассы. А вообще, как в общем-то, у вас есть? Давайте с терминами разберемся. Онлайн-кассы, по-моему, этот термин заняли кассы, которые... такие облачные кассы. Давайте ККД нового порядка назовем. ККД нового порядка – проникновение мизерное. То есть на сегодняшний день, я думаю, около 60 тысяч. Соотношение такое в России около 2 миллионов единиц кассовой техники. Теперь, вы не забывайте, что вы тот рынок, у которого кассовой техники не было. То есть, ну, кроме курьерских мобильных касс, то есть вот такие онлайн-кассы – это совершенно новое явление. То есть вы в эти 2 миллиона не входите. То есть вы – это еще какой-то сегмент. Я затрудняюсь сказать, сколько касс у вас появится, потому что никто на кассе это никогда не считал. Что мне хотел сказать еще про первый оператор фискальных данных. Мы стараемся предоставлять комплексные решения, как коллеги уже описывали, онлайн-решения. Мне хочется верить, что когда-нибудь все сойдется в одно окно. И при регистрации кассы, можно будет нажать на кнопочку, а эта касса будет работать с интернет-магазином. И она просто появится, будь она онлайн, оффлайн, будет работать. Мы к этому стремимся, мы к этому придем. Я думаю, мы к этому придем еще весной весной. Защита данных. Поскольку вы работаете с интернетом, вы знаете о защите данных, наверное, все, но все же скажу. Поскольку мы храним большие объемы данных, стоит вопрос об их защите. Как вы не утекли данные одного бизнеса к другому бизнесу? Поэтому мы придаем этому очень большое значение и разрабатываем собственные рекламенты. Кроме собственных рекламентов, есть еще очень много, к чему нас закон обязывает. То есть у нас и лицензии в СТЭК, и лицензии в ФСБ, по хранению данных и прочее. Логическая изоляция всех данных каждого клиента друг от друга. Мы не можем ни продавать данные, ни использовать эти данные. Единственное, что мы можем, мы можем использовать данные общие, статистические, и в обеспеченном виде для статистических расчетов средней температуры по границе, что-то в таком роде. Хочу лукавить. Лукавить. Не лукавить. Я прямо честно говорю. А что вам мешают, когда жилиру, у тебя с вами открыть с утра, когда я спрашиваю глаза, иди меня на тысячу не договорить. Ничего. Супер. А сколько это договор с вами? Договор с нами, в смысле, на одна касса стоит 3000 рублей в год. А будет ли она нажаться? Нет, она скорее будет понижаться. Потому что компаний много, и она уже начала понижаться. Сильно она подниматься не может, потому что все-таки есть цены на пробовку данных, на содержание сотов и компаний. Но я думаю, что она будет понижаться. Обеспеченные данные в каком плане? То есть кто-то признает там сколько-то на кто-то? Про кто-то нет. Про сколько в московской области мы эти данные можем использовать. А сколько мы выдадим наружу интерфейсы использовать? Наверное, не выдадим. Если вы к нам придете и попросите какую-то статистику, мы оцениваем с нашими юристами, не нарушает ли закон данный запрос. Вопрос если не нарушает, мы с удовольствием вам посчитаем. И еще вопросы? С АТО в Унрайне будете работать? Конечно. Какие кассы? Есть около 64 модели кассовой техники в новом реестре. Со всеми с ними мы работаем. Я просто скажу такую вещь, поскольку мы компания достаточно старая на этом рынке. Все кассы отлаживались с нами. Еще до того, как закон вступил в силу. И у нас до сегодняшнего дня существует абсолютно открытая для всех тестовая площадка, предоставляющая все протоколы, которые утвердила ФНС. Поэтому все отлаживаются с нами. Все работают с нами. Ни в коем случае. Я же сказал, если еще 4 оператора кискачатых танков, появится новый. Не получилось. Я бы рад. А, и вопрос. Давайте по очереди. Развитие и динамики, все милитарные системы, вы потом сможете осуществлять, грубо говоря, банки? Так, снова оказывается, вы можете осуществлять весь последний расчет. Сраведливо? Смотрите, надо различать. Мы не проводим сквозь себя деньги, а проводим сквозь себя информацию. Мы думаем, нам не хочется этого делать. Нет, нам не хочется этого делать. Банкинг это одно, а учет фискальной информации по другой, разные вещи. А почему это опасно? Почему эти государственные проекты занимаются? То есть, почему нет государственного ОПД? Есть государственный ФНС, есть государственный ЦОД, в который мы должны отчитываться и передавать седат. Ну давайте я отвечу за тем, что ФНС не свойственны коммерческие отношения. А это коммерческие отношения, там должна быть серьезная техподдержка. У меня, например, полкомпании, это техподдержка, которая 24 на 7 отвечает на звонки, что-то у меня не передается, что-то у меня не принимается, и включите газ в сеть. Поэтому, поскольку там есть коммерческие составляющие и техподдержки, ФНС не может на себя взводить 2 миллиона газ, по каждой отвечать на вопрос. Просто нет такого бюджета. Какие вещи, какие-то вопросы? Давайте. Вы правильно понимаете, что вдруг приобретается газ в сеть на коллективе БАС, в сеть, определенную ее современными отношениями? Все операции, проходящие в боя при кассе, будут отражаться в личном предъявлении в операторе. Абсолютно верно. Что было у меня напрямую, например, через последний онлайн, в жарке, в жарке, в 2000 рублей, да, как это прошло, они отражаются в операторе. Правильно? Да. А если клиент оплачивает наличными, в бюджетном предъявлении, в инвесторе, он выдает ему свой чек, через свою фразу, в управу. Как эти тысячи рублей, через в инвесторскую службу, будут отправляться на мое имя, в ВНС, через вашу службу? То есть, как эти, вторые тысячи рублей, которые будут идти через агрегатора? Как эти? Я думаю, касса все-таки должна быть в бассе. Здесь же тоже касса за репетентом бассе. Это тот же вопрос, который задали про наложенный платеж, я думаю, механизм будет не отработан с точки зрения закона. Нет, ну наложенный платеж, это один, как ты говоришь, здесь все-таки регионер приезжает со своей кассой. Он оплачивает просто курьер, так же банковский кабинет. Эта касса, у СТЭКа, да, вот курьер, с армистрирована так же, там, в Тоскове, у ВАЗ, да, то есть, у операторов искали, да. И он проводит операцию тысячу рублей, он на мое имя, я же потом получаю эти денежные следствия, там, с определенной комиссии. как вот эту тысячу рублей, я пойму, что за нее было тверд. То есть, я предоставлю ФНС, я его ответственность, в ответственность курьерской службы, он как оператор приема купюр. Я думаю, что как я увижу эти тысячи рублей. Смотрите, в таком случае, в таком случае, он является тем, кто реализует. То есть, ФНС получит две даты, чтобы за них, у меня была продажа на тысячу рублей по моей кассе, и на моей, я получил рублей по кассе, если вы не покажете. Я им на вычет, на вычет. Он на свое имя, в таком случае. У него касса, он владелец кассы, это все операции будут на его имя. Мы деньги приятны, мы получили деньги, потом на деньги, как на сноу. А, что, что, вы думаете, это парк на миссионер? А? Парк на миссионер. Почему это? Да? Да, это последняя работа, это просто платежная агентская служба. Вы выступаете, какая это? Это товарищ, я не в пути. Значит, просто спрашиваете, если как агентская, по агентскому, или по агентскому, как соглашение, агентскому? Агентскому. Агентскому. Также правильно вам сказали, вступает, соответственно, на через кассу, на патч, расчетный счет. И по расчетному счету производится операция. И самое главное, документы оплаты. Тут вопрос возврата. А если в друбле оплата произошла, в каким образом возврат средств, особенно технологичный. Смотрите, еще раз, неодракованная схема, затрудняется ответить в данном смысле. Если ВКТ неисправно, неправильно формирует данные. Она сформировала, она рассказала, что... Я отправил в ВФД. В ВФД все данные, которые ВКТ неисправны? Все. Да. Данные, подписанные фискальным накопителем, принимаются все. Нет случая отказа. Отказ будет не только в случае, если данные как-то не соответствуют, структура их поломана, то есть если это какой-то спам или что-то такое. От исправной кассы данные теперь будут. Мобильные приложения на базе смартфона возможно разработать, но сейчас таких нет. То есть ВФН должен присутствовать, это обязательно для выпуска чек. А БФД не помоя? Нет, нет, нет. Смотрите, смотрите. А вот давайте разделим. Я еще хотел один момент объяснить. Давайте разделим. Есть фискальный накопитель. Фискальный накопитель это как бы частичка ФНС у вас в кассе, или у вас на сентябре. Вот вы должны, получив деньги, выдать чек, электронный или бумажный, неважно, это 5 минут, на самом деле сразу написано, ну, предположим, 5 минут. После этого есть 30 дней, чтобы этот чек дошел до оператора фискальной данных. Вот еще раз, помните, фискальный накопитель, он памят, он буфер, он эти чеки хранит, он их подписывает и выдает кассе подтверждение, которое должно уйти в чеки. И этот чек валит. Если 30 дней не было связи в фискальном накопителе с ВНС, и там были чеки, на 31 день он чек не приедет, то есть он как бы заблокируется. Это такая легкая блокировка. Как только связь появится, чеки уйдут, он разблокируется. Еще, тут говорили про СМС и электронную почту. Оператор фискальных данных, в него влетают миллионы чеков, поэтому у него очень большой поток транзакций, и он может себе позволить поторговаться с операторами связи за более лучшую цену для СМС. Поэтому операторы фискальных данных, в частности мы, я думаю, другие тоже предоставят, предоставляют такой сервис для всех коммерсантов по передаче чека на СМС. Что для этого требуется? Для этого требуется просто заключить договор, например, на какой-то пакет чеков, пакет СМС, и в чек просто в нужное поле вписать номер телефона. И тогда чек отправится на СМС пользователю. Некоторые из наших клиентов этим уже пользуются. Презентация, она в принципе вот, в принципе, на всех презентациях говорили а потом и том же, как быть именно. Поэтому алгоритм присутствует. Что взять? Коллеги, если у меня нет больше вопросов, спасибо. Я еще какое-то время буду с вами пить кофе. Можете отдельно подойти с позием. Спасибо. 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 Спасибо.